Всем привет, с вами Денис Мейджор. Я наконец поиграл в порт игры Ori and the Will of Wisps на Nintendo Switch. Ну и сегодня кратко, я надеюсь, расскажу свои впечатления. Во-первых, скажу, что я очень сильно ждал вторую часть Ori, еще когда она выходила на Xbox. Я помню ту E3, когда ее анонсировали, это было потрясающе, очень эмоционально, потому что мне очень понравилась первая часть. Но, по-моему, с момента того первого анонса прошло аж два года, потом игра вышла на Xbox. У меня был обзор, поэтому сегодня я не буду рассказывать, что это за игра, но если кратко, это Metroidvania, и на мой взгляд, это лучшая Metroidvania. Вторая часть, она продолжает идеи первой, где-то развивает, в чем-то лучше, в чем-то хуже. В целом, мне кажется, сиквел получился отличный, и я даже сравнивал, что вот если Ori первая часть это Терминатор 1, то Ori вторая часть это Терминатор 2. То есть, в целом, произведение получилось гораздо более крутым во всех смыслах, но, возможно, потеряло в какой-то атмосфере. Тем не менее, когда Ori and the Will of the Wisps только вышло на Xbox, многие отмечали довольно слабую производительность. Даже у меня на Xbox One X игра часто лагала, там были глюки, подгрузки. Даже с патчем первого дня не все было исправлено. Сейчас, конечно, на Xbox One X гораздо лучше все работает, но там и 4K, и HDR, и вот все такое. Но, именно поэтому я в том числе говорил, что я как-то очень сомневаюсь, что вторую часть Ori будут портировать на Switch. Первая была гораздо проще, легче, в смысле графики. То есть, если вы не видите разницы между первой и второй, нужно просто поставить первую и вторую, и увидеть, что на самом деле картинка сильно различается. Но, несмотря на все сомнения, разработчики все-таки сделали версию для Nintendo Switch, причем сами. То есть, это даже не стороннее портирование, они никому не отдавали эту игру, там сами сделали порт для Nintendo Switch. И я, честно, потрясен, потому что я даже, знаете как, я не понимаю, а почему на Nintendo Switch игра теперь работает лучше, чем, по крайней мере, на базовом Xbox. Я специально для этого видео решил проверить, в том числе, как игра работает на Xbox One Fat. У меня до сих пор лежит этот Xbox, еще из самых первых партий. По крайней мере, из первых партий, когда их стали в Россию завозить, я напомню, что это было уже 7 сентября 2014 года, тогда, как, допустим, в Америке Xbox стал продаваться в ноябре 2013 года. Но, тем не менее, вот у меня до сих пор этот Xbox есть, и я установил Ори на него, поиграл, и я увидел, что действительно производительность на Nintendo Switch лучше, чем на том боксе. В принципе, есть уже замеры там FPS в интернете, и Digital Foundry графон намерили, в том числе рассказывали, как именно разработчики оптимизировали игру для Nintendo Switch. Поэтому я не буду вдаваться сейчас в технические подробности. Скажу лишь, что в целом, конечно, картинка, вот когда ты играешь, допустим, на телевизоре, особенно если я сижу перед монитором, вот прям вблизи, видно, что она чуть-чуть мыльнее. Вот буквально чуть-чуть. То есть это не то, что там было как с Ведьмаком, или там даже с какими-нибудь вообще Outer Worlds. Нет, то есть просто чуть-чуть меньше резкости. Но если ты даже не сидишь вплотную перед монитором, а играешь там далеко, то этого даже незаметно. В портативе тем более незаметно. То есть игра выглядит все равно отлично и очень красиво. То есть я боялся, что, ну, если будут портировать, там порежут вот этот многослойный фон, да, потому что там фон реально состоит из нескольких слоев. Все анимировано, там статики нет практически, ничего не повторяется. Все эти деревья, там листва, все колышется, трава, лучи, светы. Ну, это просто потрясающе. Я боялся, что вот в таком виде на Nintendo Switch не перенесут. Конечно, пришлось принести какие-то им жертвы. Освещение стало чуть попроще. Но тут даже такой момент, что для некоторых людей это даже лучше. Ну, знаете, как, например, со смартфонами бывает. То есть как вот эти там китайские смартфоны, когда появились, там те же Huawei. Они прям выкручивали контрастность, выкручивали насыщение цветов. И многие люди считали, что, смотрите, как смартфон круто фоткает. То есть им это, людям нравилось больше, чем, ну, более естественный, более приглушенный такой свет на там более дорогих смартфонах. Сейчас очень много игр таких выходит, что очень прям свет накручивает. И иногда, наоборот, кажется, ребят, вы перестарались. Стало слишком пресно или, наоборот, контрастность ушла. Или чересчур контрастности, и там все в тени или все в светах теряется. Поэтому то, что сделали освещение попроще, это еще не факт, что стало хуже. Тем более, что все равно вся эта красота, в том числе там с лучами солнца, и все это сохранилось. Но HDR, естественно, никакого теперь уже нет. Ну, про 4К тем более не говорим. Там разрешение меньше, чем Full HD. Но, на самом деле, если присмотреться, то в некоторых моментах видно, что какие-то детали там или заднего фона, или даже переднего, ну, какие-то крупные, да, анимированные. Они имеют низкое разрешение. Но это не сильно бросается в глаза, учитывая, ну, общую эстетику игры. То есть местами прям даже видно такие пиксели. Но это, опять же, если приглядываться. Я просто приглядывался, и я реально искал, ну, где вот порезали игру. Как вот ее, вот, не знаю, сделали менее графонистой, чем была на Xbox. Но результат, я считаю, просто потрясающий. Просто, еще раз, мне лично непонятно, почему на Nintendo Switch игра теперь работает лучше. Почему они для Xbox One фатка так не старались, чтобы действительно и на слабеньком Xbox игра работала лучше. Потому что все равно слабенький Xbox, ну, мощнее, чем Nintendo Switch. Порезали бы еще там графончик тоже, чтобы производительность. Потому что в такой игре производительность очень важна. Здесь много точных прыжков, много сражений, где надо очень резко там на все реагировать. Есть боссы. Я, правда, всю игру именно на Nintendo Switch еще не прошел. Я ее проходил на боксе. Сейчас я потихонечку и прохожу на Switch, когда есть время. Ну, там несколько боссов я уже видел. И побег у меня уже был. Одна из визитных карточек Ori еще с первой части. И вот я нигде не заметил, вот, чтобы, знаете, прям лагало. Единственный момент, когда у меня вот были такие небольшие подлагивания, это когда камера просто куда-то перемещается, показывая мне какую-то цель. Вот в эти моменты, когда камера свободно гуляет, и я ничем не управляю, от меня ничего не требуется. Вот в эти моменты иногда бывает, что да, такое немножко подлагивание. Плюс, например, открывание карты. То есть, когда нажимаешь минус, открываешь карту, то иногда карта открывается мгновенно. А иногда бывает, что есть какая-то задержка. Ну, я помню, у меня на Xbox One X тоже такое было. Даже на One X. Ну, еще до патча первого дня, но тем не менее. То есть, бывало, нажимаешь кнопку и ждешь, пока у тебя карта откроется. Ну, и, конечно, я прислушивался к звуку, потому что были уже истории, да, когда звук в версии для Nintendo Switch резали, например, в Dark Souls, и до сих пор не исправили. То есть, там, звук такой даже грубоватый, он более пережатый, и из-за этого прям чувствуется. Но здесь я не заметил, да, я не знаю, там, у меня нету там кинотеатра этого 5.1, 7.1 или Dolby, чего-нибудь там. Но у меня есть хороший телевизор с хорошим звуком, у меня есть наушники. То есть, я не заметил, чтобы со звуком было что-то не то. Музыка по-прежнему качает, она атмосферная, она передает все, что должно быть в игре, помогает вот этим эмоциям, когда ты там смываешься от чего-то, и играет потрясающая музыка, но у тебя напряженный момент, и все это вместе. И это создает потрясающее ощущение. Ну, собственно, за это я в том числе люблю эту игру еще с первой части. Но, опять же, ничего из этого, на мой взгляд, не потерялось на Nintendo Switch. И, в принципе, то есть, кроме вот того, что у тебя где-то там более низкое разрешение, и это заметно, и где-то попроще свет, что, возможно, даже и больше многим понравится, больше нет никакой разницы. Но это с базовым Xbox. Конечно, понятно, что там на One X и 4K, и HDR, и все такое, этого на Switch нет. Ну, и сравнивать бесполезно, там, 6 Eroflops и Nintendo Switch. Так что спасибо Moon Studios за такой качественный и отличный порт. Спасибо Microsoft за то, что не забываете Nintendo Switch и тоже завозите сюда свои игры. Ждем Project X Cloud на Switch. Реально, это, мне кажется, будет просто бомба. Единственная претензия к Moon Studios, ребят. Ну, версию для Xbox базового тоже как-то поправьте. Как-то нехорошо его оставлять в стороне. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, Бусти и Ютубе. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»